Здравствуйте, уважаемые зрители! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Марии Гейс Арт. Сегодня я расскажу вам про очень известного художника Ивана Айвазовского. Данное видео будет поделено на три рубрики. Это будет биография, известные картины, самые известные картины и самые интересные факты из жизни Ивана Константиновича Айвазовского. И давайте не буду больше затягивать и приступлю к рассказу. Биография. Айвазовский Иван Константинович художник-маринист, признанный мастер классического пейзажа. Его картины завораживающе передают красоту и мощь природы. Будущий художник родился 29 июля 1817 года в купеческой семье города Феодосии. При рождении его назвали Аванес Геворкович Айвазян. Отцу приходилось много трудиться, ведь в молодости он был крупным торговцем, но к рождению сына был близок к разорению. Детство и юность. Уже с детства будущий художник проявил творческий талант. Он выучился виртуозно играть на скрипке. После молодой Айвазовский увлекся живописью, но из-за денежных затруднений все инструменты ему в основном дарили друзья или знакомые семьи. С 10 лет Аванес уже работал, а в свободное время расписывал стены домов углем. Один из этих рисунков увидел архитектор Яков Кох. Он дал мальчику несколько уроков, а после рекомендовал его градоначальнику Феодосии. Тот оценил талант Аванеса Айвазяна и помог ему поступить в Симферопольскую гимназию, а после в Академию художеств Петербурга. Там ученика записали как Ивана Гайвазовского. Подписываться Иваном Айвазовским он станет только с 1840 года. Учеба в Академии В Академии будущий художник попал в пейзажный класс Максима Воробьева. У преподавателя Айвазовский перенял романтическое направление творчества. Затем студента перевели в ученики к знаменитому при императорском дворе маринисту Филиппу Таннеру. Из изображения батальных сцен Иван Константинович обучился у Александра Заурвейда. Самая первая выставка, где принял участие художник, состоялась в 1835 году. На ней работа «Этюд воздуха над морем» была отмечена серебряной медалью. В результате тяжелой работы и любви к своему делу Айвазовский закончил обучение на два года ранее положенного, получив золотую медаль. К этой награде полагалось путешествие за счет Академии по Крыму и Европе. Расцвет творчества В 1838 году Иван Константинович направился в Крым, где работал над написанием пейзажей. Затем адмирал Михаил Лазарев предложил высадку на побережье Кавказа, где живописец наблюдал и делал зарисовки кровопролитной битвы. Так появилась картина «Десант отряда Раевского в долине Субаши». В 1840 и 1844 годах художник жил и работал в Италии. Финансово ему приходилось тяжело, ведь часть выделенных на поездку денег он направлял родителям, а не тратил на свои нужды. В то время среди художников считалось правильным работать с натуры, и Айвазовский старался так делать. Но при этом на выставках оказывалось, что зрители и критики не обращали внимания на такие его картины, а восхищенно замирали у полотен, что художник писал в студии, придумывая. Заметив это, он перестал пытаться делать, как все. Будучи в Риме, Айвазовский был принят папой Григорием XVI. Он приобрел полотно «Хаос. Сотворение мира». В 1843 году Иван Константинович стал первым художником Российской империи, чьи картины были приобретены для Лувра. В путешествии по Европе Айвазовский получил настоящее признание. Для заказа его картин выстраивались очереди, и к окончанию путешествия ему больше не приходилось беспокоиться о своем финансовом положении. Годы после возвращения из Европы. Вернувшись в 1844 году в Российскую империю, Айвазовский стал живописцем главного морского штаба, а с 1847 года профессором Академии художеств. Тогда он получал заказы от всего высшего света и самого императора. В 1846 году художник вернулся в Феодосию, что долго обсуждалось в столичном обществе, ведь слава Айвазовского была в самом расцвете. Несмотря на множество путешествий по Малой Азии, Кавказу и Египту, художник много делал для Феодосии. Именно он устроил для горожан театр, галерею и библиотеку, приложил много усилий для реконструкции морского порта и проведения железной дороги. В 1848 году художник снова участвовал в военных событиях, что привело к написанию знаменитого полотна «Чесменский бой», а через два года появилась картина «Девятый вал». Семейная жизнь художника В 1848 году Айвазовский взял с жены Юлию Гревс. У супругов было четыре дочери, но вскоре у женщины обнаружилась нервная болезнь, а через 12 лет брака она ушла от художника. Однако, так как официального развода не было, то нажитые супругой большие долги приходилось оплачивать художнику. В 1870 году Иван Константинович обратился в Синод за разрешением на развод. Однако, рассмотрение дела заняло 7 лет, и фактически брак расторгли только в 1877 году. Повторно Айвазовский вступил в брак в 1888 году с Анной Бурназян-Саркисовой. Она была на 39 лет младше художника. Вместе они прожили до конца дней Ивана Константиновича. Последние годы Айвазовский продолжал работать всю жизнь. Им было написано более 6000 работ. Он старался показать поэзию природы, но не идеализировать ее. Сам художник писал, что набрасывает на клочки бумаги план задуманного полотна, а после берется за работу и отдается ей всей душой. Работа над одним полотном занимала у художника от нескольких дней до двух недель, а иногда это могла быть всего пара часов. В 1895 году архив Куинджи пригласил Айвазовского показать процесс работы ученикам Академии художеств. Тогда 78-летний живописец за менее чем два часа изобразил бушующее море и судно со всеми деталями. Иван Константинович не оставлял свое дело до последних дней. 19 апреля 1900 года он приступил к работе над полотном взрыв турецкого корабля, которое так и не было завершено. Художник скончался во сне в тот же день. Самые известные картины Ивана Константиновича Айвазовского. Берег у моря ночью, у маяка. Буря на море ночью. Вид Тифлиса. Гурзув. Девятый вал. Закат на море. Итальянский пейзаж вечер. Корабль среди бурного моря. Море, как тебель. Ниагарский водопад. Парусник у берегов Крыма в лунную ночь. Радуга. Среди волн. Тонущий корабль. Чесменский бой. Чёрное море. Самых известных фактов про Ивана Константиновича Айвазовского. Факт номер один. У художника армянские корни. Как я и говорила в самом начале видео, у художника при рождении назвали Аванес Айвазян. Факт номер два. Во время обучения у французского художника Филиппа Таннера начинающему живописцу было запрещено самостоятельно писать картины. Однако он нарушил запрет и представил на проходившей в Петербурге выставке пять своих картин. Наставник пожаловался на него императору Николаю Первому и картину убрали. Простили Айвазовского только спустя полгода, но его наставником стал уже другой человек. Факт номер три. Айвазовский не любил читать, хотя и был знаком с Пушкиным. Факт номер четыре. Завистники нередко обвиняли Айвазовского в нечестных приемах, и он, чтобы развеять сомнения публики, не раз устраивал сеансы публичной живописи, поражая присутствующих скоростью и четкостью своей работы. Факт номер пять. Именно Айвазовский стал первым российским художником, картины которого выставлялись во французском Лувре. Факт номер шесть. Иван Айвазовский художник-маринист. Большинство произведений воспевают морскую стихию, но далеко не все. Он также рисовал библейские сюжеты, пейзажи, портреты. Вдохновение находил в поездках, его восхищали египетские пирамиды, архитектура Венеции, городские и восточные мотивы, украинские и деревенские виды. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на моем канале. Подробные уроки рисования для начинающих. Также познавательные видео с информацией про известных художников всего мира. В моих шоц вы найдете юмор. И видео выходят довольно часто. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.